Секреты трудных водоемов Каждый рыбак, наверняка, нескольких таких знает Здесь когда-то в давние времена, еще, думаю, при советской власти, местный колхоз запустил какое-то количество карпов Ну, как это водится, в первый же второй год всего карпа выловили, но, видимо, все-таки не всего, 1-2% наверное осталось Он подрос, и, судя по всему, все-таки изредка не рестится В наших широтах это бывает редко, но, тем не менее, если лето выдается теплой, жаркой, вода хорошо прогревается, карп все-таки от не реститься может И об этом говорит тот факт, что карпа просто можно увидеть визуально Он изредка в теплые вечерами на зорях просто выпрыгивает Причем выпрыгивают порой очень крупные особи Не часто, но эпизодически выпрыгивают Рыбаки это видят, пытаются карпа поймать, но, как таковой, он не ловится Изредка в прилове попадаются карпята Опять-таки это говорит о том, что карп все-таки от не рестился Но, раз он есть, его все-таки стоит попытаться поймать Ну, а сложность в том, что не только карпа, как такового, очень мало Ну, просто реально плотность его очень низка, конечно же А проблема еще в том, что вот конкретно в этом водоеме кормовая база слабенькая Поэтому рыба мелкая, в основном мелкая плотвичка, мелкий карасик Ну, как обычно, окунек, щука А раз так, то и рыбалка сложная, слабенькая Рыбаков бывает мало, прикормки в водоем попадает мало Активная голодная мелочь сразу ее выедает И поэтому карп вкуса прикормки, родившись, так и не узнает Он просто не знает, что такое прикормка Поэтому, в отличие от тех же платных водоемов Прикормить, заманить карпа просто прикормкой Проблематично и вряд ли получится Собственно, поэтому, может быть, он не ловится Чем здесь может питаться карп? Только тем, что он найдет из живности Какие-то червячки, мотыльки Рыкообразные и прочее То, что он сможет найти из живности, тем он питается Именно этим только его и можно привлечь На это мы как раз и будем делать ставку Именно ножевой компонент Однако здесь тоже не все так просто С одной стороны, сейчас и жаркая погода долго стояла И с живностью в магазинах просто проблема Ее и мало, и очень дорого И портится быстро А с другой стороны, тот же мотыль-опарыш Если вместе с прикормкой зарядить Ну, мириады мелочи тут же подадут, тут же все съедят Карп даже не узнает о всех наших ухищрениях и трудностях В этом плане Поэтому в качестве живого компонента Мы используем консервированных мотыль-опарыш Мелочи они выдаются не так быстро А для карпа это может быть даже в каком-то плане лучше Чем реальные живые червячки Но и здесь все-таки у нас будут особые хитрости И в процессе прикормки я о них расскажу В качестве прикормки я возьму пару пакетиков Одну лещевую Вот, а лещевую, поскольку она не столько для карпа Сколько для мелочи будет предназначена Но и для карпа тоже, поскольку она очень вкусная Ароматная И вкусную карповую прикормку Тоже с очень активным ароматом И с крупными фракциями Все это как обычный увлажнин Процедура известная, знакомая, привычная Очень приятная Очень интригующая Ну, для тех, кто смотрит нечасто охоту и рыбалку Напомню, что прикормку надо замачивать в несколько этапов Понемногу доливая воду, тщательно перетирая А не лить всю воду сразу в одно место Тогда прикормку увлажнится равномерно Будет хорошей консистенцией И будет правильно и хорошо работать Прикормка готова Но на самом деле Это в плане прикормки Даже не пол дела А какой-то маленький процент На самом деле это у нас просто будет Осугубо вспомогательная прикормка А главный прикорм у нас будет другой Поскольку я буду сегодня ловить на фидер То для фидера я на базе этой прикормки Сделал, собственно, супер прикормку Для, именно для этого дикого Очень осторожного и хитрого карпа В качестве основы я беру Пару горстей Этой нашей увлажненной прикормки готовой А самое главное К ней добавлю ботелина Добавляем мотылин Который, как известно Помимо своих главных компонентов Это мотыль и консервированный опарыш Содержат еще много других вкусностей В частности, там есть пшено, конопля Ну и сам желеобразный гель Он пропитан активными вкусовыми добавками В прикормке он при перетирании Также распространяется на мелкие-мелкие комочки И также, конечно, очень вкусен Для рыбы привлекательно Но в данном случае, конечно, главный компонент Это мотыль и опарыш Причем, поскольку Ну, мотыль в данном случае В второстепенной голове играет В вспомогательную Здесь главным образом на карпа У нас опарыш, конечно, пойдет И то, что опарыш не живой А именно консервированный, мертвый Это как раз то, что надо Опытные спортсмены хорошо знают Что крупная рыба Предпочитает именно мертвого опарыша Либо ошпаренную кипятком Но это хуже, он очень жесткий становится Либо просто день, сутки выдержанного в воде Чтобы он стал мягким Чтобы он умер Но, во всяком случае, мертвого, неподвижного Крупная рыба предпочитает именно такого опарыша Ну и для мелочи он не так привлекательный Она все-таки предпочитает живого Мотыльков, более мелкую насадку И живую А вот крупную она выедает гораздо медленнее А сам этот консервированный опарыш Он мягкий И к тому же в процессе консервации Он пропитывается особыми вкусовыми Активными добавками Поэтому зачастую И сам всем мертвый опарыш для крупной рыбы А вот такой консервированный Он втройне привлекательен Поскольку вот за счет этих активных вкусовых добавок Вот эту прикормку, обогащенную мотылином Мы будем закладывать в нашу фидерную кормушку Рассчитывая на подход и приближение карпа Базовую же прикормку я буду использовать по другому назначению Но ведь я буду недалеко, примерно метров 20 от берега Этого в данном случае, я думаю, более чем достаточно И если в кормушку фидера я буду закладывать Вот эту обогащенную живностью прикормку То примерно место приводения кормушки Непринципиально, здесь уже точность не нужна Я буду кормить просто из рогатки Периодически подстрелить вот этой базовой прикормкой Карпа здесь реально очень мало И, ну, условно, один от другого Находится в 50-100 метрах Так, единичные, ну, где-то мини-микростайки, может быть, плавают Но, так или иначе, плотность очень низкая Если вы просто сделали базовый стартовый закорм в одну точку Лежит эта прикормка на дне Течения здесь практически нет Аромат от нее, конечно, расходится в стороны Но он, по мере расхождения от этой точки, очень быстро убывает И если карп будет проплывать буквально в 2-3 метрах от вашего базового закорма Он может его просто не увидеть А вот так, видя, чувствуя колебания Акустические колебания от большой скопления мелочи И слыша акустические звуковые колебания от падающих комков Он уже подойдет не только с 2-3 метров Но и с 20-50 уже оттуда карп может услышать Ну, а когда он же к нашему пятну подплывет Тут он же, конечно, начнет крутиться И поскольку кормушки с мотеллином у меня будут ложиться Но уже очень локализован в одну и ту же точку Конечно, эту точку на этом пятне он уже быстро найдет Попробует опарыша Я думаю, он ему понравится И уже велика вероятность то, что он у нас все-таки клюнет Пока это все, конечно, в теории Но, как правило, вот именно такой обдуманный логический подход Он зачастую и дает позитивный результат Течения нету, только ветровое Глубина где-то, думаю, метра 2-2,5 в точке ловли будет Дистанция около 20 метров Поэтому такая средняя, небольшая, легкая 20-граммовая кормушка Ну, а монтаж в данном случае следующий В принципе, большей частью карп ловят с коротким поводком и тяжелой кормушкой И поводок где-то близко к кормушке крепится И фактически получается, что львиная доля пойма карпа происходит после его, ну так, по большому счету, самозасекания Ну, мне и в принципе этот метод самозасекания как бы не очень импонирует Но самое главное в том, что здесь вряд ли так карп поймается Он все-таки настолько осторожен Что и вот почему, собственно, пытаются его все ловить, но как-то особенно не ловится Я думаю, просто он до того, как сам посечется, он чувствует сопротивление крючка, поводка, всего прочего И я думаю, до самопотечки он просто благополучно крючок успевает бросить А всевозможные волосяные способы и бойлы здесь просто не помогут Поскольку, ну, бойл как таковых он от рождения никогда не видел, не пробовал И так что, что сходу возьмет жесткий бойл, ну, это крайне маловероятно Скользящим вариантом крепления кормушки я также очень редко пользуюсь Поскольку уверен и на практике часто убеждался, что при многих случаях поклевки В зависимости от ее направления, рыба все равно Это когда мы так вот просто в руках передвигаем кормушку по леске, она, кажется, легко скользит Реально на практике, когда снасть забросана, леска натянута, кормушка лежит там То по факту часто получается, что при поклевке леска частично протягивается сквозь кормушку А частично просто волочит кормушку за собой И мы думаем, что она идет свободно На самом деле рыба испытывает сопротивление достаточно приличной кормушки и наживку бросает Поэтому я беру классический проверенный способ крепления с отводным поводком Вот здесь от точки монтажа крепления основной лески идет отвод порядка 40 см кормушки Причем чем дальше будет эта точка от кормушки, чем более чувствительная снасть И порядка 60 см из такой же толстой лески, примерно 0,35, чтобы ничего не путалось Отводной поводок А к нему на микрозастежку я уже буду крепить 20-метровый рабочий поводок с крючком Монтаж, казалось бы, дезамысловатый, очень простой, но очень надежный Не путается, эффективный, очень чувствительный, очень рабочий вариант Кормушку, как я сказал, забиваем прикормочкой с мотеллином Ориентир выбрали И аккуратненько Аккуратненько, не торопясь Очень локализованно закариваем нашу базовую рабочую точку Ну вот, пяточек стартовых кормушек забросил Потом будем регулярно докармливать А сейчас просто примерно в ту же точку Ну, плюс-минус метра два-три, это уже не принципиально Как я говорил, с помощью рогатки Такими небольшими, неплотными комками Чтобы большей части они разбивались, а воду Также докормим Даже, вот я совсем легкий комочек сделал, часть не долетела Но ничего страшного Сразу сейчас мелочь начнет собираться Вот, мягкий шлепок о воду То, что надо Там буквально у самой поверхности комочек разбивается И столб взвеси мути От лещовой прикормки, да и от карповой крупные Легкие частички будут очень медленно оседать И периодически я буду подстреливать И для шумового эффекта И для создания этого облака Наверняка там просто закипит Море голодной мелочи Достаточно быстро И уже для карпа будет Приманка-подсказка Своего рода Ну, вот уже можно и К поводочку приступать Хороший Среднего размера Из очень прочной стали Карповый крючок Мельчить с размером крючка я не буду Поскольку нам нужна объемная Большая насадка Чтобы ее подольше не объедали Поэтому крючок будет достаточно солидный И из-за объемной насадки Карп ее не почувствует А самая главная снасть у нас Очень чуткая Сопротивление снасти Карп при поклевке Долго не будет чувствовать Я думаю Поклевка будет раньше Нежели он ее бросит И в качестве Насадочной основы Я беру Консервированную опарышу Из прикормки Чтобы это немного оживить У меня тут старый Но хорошо в холодильнике сохраняется Опарыш Одну-две личинки Живого опарыша Чисто для шевеления Что называется И червячка Обязательно Вот таким образом Где-то примерно 22 метра у меня под стопор Как я сказал Глубина там порядка Двух с половиной метров Как раз Заканчивается мель Но особо глубины здесь нету Но во всяком случае Идет заглубление Там уже Нет травы Особой А в то же время Прибрежная трава Близко к этому месту находится То есть рыба там живет Крутится И для карпа Потенциально Я думаю Это более-менее Привычная локализация его Вот Поклевки Ну это не поклевки Конечно Это Это я думаю Мелкая плотвичка Ну я для порядка Подсек Видно было Что кончик сдрягивает Периодически Но очевидно Что это мелочь Там просто теребило насадку Ну надо посмотреть Что там произошло Конечно Карта так не клюет Вот интересно Вот видно Все консервированные опарыши Просто в первозданном виде Нетронутые Ну и червь Ну и да И червь весь нетронутый Все кончики целые А вот у меня было Два живых опарыша И вот видно Что оба покусанные Кто-то их усиленно жевал уже Вот как раз мелочь Подплыла И живых опарыш Сразу начала покусывать Проглотить конечно не могла Сорвать не могла Но вот она их здорово потрепала Вот наша теория Пока все подтверждается Червя просто немножко подправлю А опарыши Даже видимо И не буду живых Перенасаживать Какой смысл Все равно Очередных живых Опять Объедеться Попался Ага Это не платвичка Это не карась Но есть только очень крупный карась Кто-то сопротивляется Но у меня еще фидер Достаточно жесткий конечно Далеко не пикер Поэтому и леска у меня основная 0,2 Поэтому приходится Все-таки его уважительно Подтягивать К тому же неизвестно кто клюнул Трава там неизвестна Какая Оп Ай 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 За траву что-то цепляет Прямо У берега видимо сока Большая Буруны пускают На поверхности Какая-то ребешка Все-таки Хвост карпа Я видел Ну может карп Грубко сказано Карп Так-так-так О Зеркальный Небольшой конечно Ну как небольшой Ну килограмм наверное где-то Ну вот да Это просто вот они Это конечно не тот Который хотелось бы помать Который здесь иногда из воды выпрыгивает Просто вот Огромнейший Но это явно вот Я причем заметил В таких местах Если уж не рестятся Самые по себе В наших широтах То почему-то легче не рестятся Именно зеркальные Вот самый настоящий Зеркальный карп В самом настоящем озере Клюнул Настоящую Нормальную Лещевую Конструкцию Хорошо взял Все отлично Отличный Зеркальный карп Зеркальный карп С чем я себя и поздравляю Ой Смому бы не утонуть Ну вот так Поймался все-таки Замечательно Ну что Поклевку Я не знаю вы видели или нет Поклевка была такая Достаточно Ну я Ну вот все-таки Когда карп замагренный Это вот прям раз Все И уже можно просто Спокоить брать И выматывать А здесь просто была Как бы нормальная поклевка Хорошего Такого солидного леща Серьезный загиб То есть он видимо взял Там долго пробовал Какие-то подраги не были Я думаю что это Платвичка А может быть он уже подрагивал Все-таки поводок длинный Туда-сюда может быть плавал А потом отпыл на какое-то расстояние Килок мне загнул И собственно Посек я его сам Это не самозасекание было Нормально Ее просто подсек Все Как положено Вот Что значит карп Что значит Понимает человек Смысл жизни Вот он всех Тех просто не осталось Живых опарших А вот этих консервированных Он все Замечательно Помочалил Все они ему понравились Вот это вообще Все содержимое высосал Вкусное Сладкое Что там в нем было Так что Остался доволен Нашим мотелином Ну все-таки пересажу На свеженьких И червячка все-таки конечно добавлю и для объема Чтобы крючок маскировать И для антуража Так Проколю Чтобы он и крутился И не срывался Чтобы карпа все нравилось Ну что ж В системе Принципиально Ничего видимо Менять не стоит Та же схема Будет ловли С двумя закормами И остается только ждать Что он был здесь Не одним И не последним Все-таки Долго Редкий конечно Очень поклевка Ну как Вот одна была поклевка И конечно Долго уже сидим Поклевок нету Но зависать не стоит Все-таки Каждые там 10-15 минут Лучше все-таки Кормушку Дозаправлять Дообновлять Свежая порция Опарщи на дне Совсем не помешает Есть Сидит парень Долго я ждал Конечно Но Отличная поклевка По-моему Посильнее предыдущего Дольше я его К берегу вел Тоже конечно Не огромный Но Совершенно Замечательный Карп С этим я Уже Как-то Поспокойней Вот видимо Чувствую Что я уже Не так волнуюсь Но все равно Поводочек Есть поводочек И конечно Все в меру Хорошо Готово Сейчас посмотрим на него Ручку подсачка Отягощает Гораздо Гораздо сильнее Соблазнился Стратегия